Здравствуйте! Сегодня наступило время мне сделать обломку зеленых виноградных побегов на виноградных кустах. И соответственно буду делать и подвязку. Этот виноградный куст страшенский, которому уже 5 лет, 6 пошел. Тут мы можем делать полную нагрузку. Вот видим, какие грозочки хорошие у побеги. С чего начать? До этого времени я делал в те годы обломку, когда были виноградные побеги, достигали размера 10-15 см. В этом году проэкспериментировать. Вот видим, это зеленый побег, сантиметров 65-70 не менее. Обломки я еще никакой не делал. Давайте мы наглядно глянем, как выглядят виноградные кусты, какая загущенность у них. И фактически, можно сказать, вот такой вид он пребывает до этого времени. Сегодня буду делать обломку зеленых побегов. Начинать буду с двойников и слаборазвитых. От загущенности я еще обломку буду делать во втором этапе. И в третьем этапе это буду делать обломку со светиями. С чего мы начинаем теперь? Начинаем с двойников. Вылоку делаю с двойников. Вот видим, двойник. Там и там две грозочки. Но вот этот двойник слабенький, слаборазвитый. Вот этот хорошенький. Тут даже три грозни. Поэтому этот смело мы выламываем, не жалеем. Иначе мы ничего не получим, никакого урожая. Делаем подвязку, потом все. Вот молодой здесь побег. Я его оставляю. Вот этот молодой побег. На замещение. Потому что тут неправильно был сформирован ранее куст. Поэтому я оставляю пока на время этот. И дальше буду формировать рукава из лучших лоз. Вот видим, вот этот слабенький побег. С него толку никакого не будет. Его можно смело сразу выламывать. Здесь видим тоже двойничок. Вот этот видим хороший побег. Хоть и одна грозь, но он заполнит мне вот это в свое пространство. А этот двойник, хоть с двумя гроздями, мы его просто выломаем. Сейчас покажу, какие грозочки здесь на нем выламываем. Видим, какая зависть грозей. Зависти хорошие, но побег слабо развит по сравнению вот с этим побегом. Этот побег только как два, а на той стороне пустое место. Я один из этих побегов направлю на ту сторону, вот так привяжу, и он будет заполнять пространство с той стороны, где пустое пространство у меня есть. Делаем выломку зеленых побегов, не щадя, но поступаем здесь разумно. Вот здесь тоже видим двойник, и тоже мы его выламываем. Этот двойник, конечно, без соцветия, мы его выламываем смело. Итак, продолжаю делать по этому методу обломку зеленых побегов. Потом покажу, сколько осталось и как будет выглядеть данный виноградный куст, распределенный уже подвязанными лозами. После окончательной обломки зеленых побегов и подвязки их, подвязывал я вот такой проволокой, хорошая проволочка, это 0,5 сечения. Резал их по 8-9 сантиметров. Хорошо, здесь обводил, она уже не скользит, а здесь делал такой хвостик, вот такую скобку. И раз, и застежка, и все. И она каждый год в этих местах будет застегиваться таким же самым способом. Этой проволоки хватит на много лет. На десяток лет, наверное, я думаю, что хватит. Проволоки, конечно, расходуется много, но она оправдана, это дело. Поближе глянем, как выглядит виноградный куст после обломки лишних зеленых побегов. Тут еще есть загущенность частично, обломка еще будет распроизводиться уже от загущенности. Через неделю после этой обломки еще раз пройдусь и посмотрю, где пропустил, где что подкорректировать, и загущенность уже буду выламывать. Потом в дальнейшем буду корректировать нагрузку только гроздьями. Где вот на таких побегах, вот видим, три гроздочки. Вот такой побег потянет три гроздочки. А вот такой даже две не потянет. Потом, если не пойдет он полноценно развиваться, одну гроздочку придется удалить. Верхнюю гроздью удалю, а нижнюю оставлю, тогда он пойдет в рост. Но это я посмотрю где-то через недельку, как он будет себя вести. Вот так выглядит окончательно обломка виноградных зеленых побегов на этот период времени. Разряженность уже заметно прошла, как видим, но загущенность еще маленечко присутствует. Еще одна обломка пройдет, и где-то будет побег от побега сантиметром около 12-15. На каждый побег сильно ростового куста страшенский, где-то в среднем я делаю по две грозди. В среднем это где-то получится мне 50-55 гроздей. На двухплоскостной шпалере очень удобно раскладывать побеги виноградных кустов. Потом постараюсь выложить, как я переделаю одну плоскостную шпалеру на двухплоскостную. Ну вот и все. Такой небольшой обзор по необходимой выломке лишних зеленых побегов на виноградных кустах на этот период времени. Надеюсь, это видео было полезным для начинающих виноградарей. Кто желает получать известия о добавленных вновь новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok